МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Участники Лыжни России устроили толчею на старте. И сейчас об этом и многом другом более подробно в эфире новости города. В студии Татьяна Жулинева. Здравствуйте. И начнем выпуск чрезвычайного происшествия. Трагическое ДТП произошло сегодня в 10 утра на железнодорожном переезде в районе сплавной конторы. Грузовой поезд протаранил КАМАЗ. Водитель башегруза скончался на месте. По сообщениям очевидцев, последний пытался на скорости проскочить регулируемый переезд перед приближающимся составом. В результате габаритное авто при столкновении пробило топливный бак локомотива и прокинулось на бок. Водитель погиб. Движение на театральной парализовало на несколько часов. Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего. Без погибших и пострадавших обошлось в пожарах, которыми отметились минувшие выходные. В воскресенье спасатели работали сразу в двух местах – возле кафе «Меркурий» и перинатального центра. Из них эвакуировали в общей сложности более 300 человек. О причинах, следствиях и произошедшем в целом расскажет наш корреспондент. Открытое пламя и столб дыма напугали прохожих в центре города. В пятом часу вечера в воскресенье огонь полыхал на мансарде кафе «На Волошина-4». Спасателям пришлось эвакуировать людей, хвостатых и пернатых, обитателей зоомагазина, что расположен двумя этажами ниже. Вынесли огнеборцы и обнаруженные в здании два газовых баллона с пропаном. Из-за легковоспламеняющихся перекрытий и множества шахт пожар тушили до темноты. В числе возможных причин возгорания специалисты называют неправильную эксплуатацию оборудование и неосторожное обращение с огнем. Кто его допустил, пока не сообщают. Виновники пожара, который произошел в этом же самом здании два года назад, известны. Рабочие разогревали битум на крыше. Он воспламенился. Пламя перекинулось на кровлю. Тогда потушить огонь спасателям удалось всего за час. Виновников позже привлекли к административной ответственности. Она может грозить и тем, из-за кого накануне задымился перинатальный центр. Тление произошло в этом самом помещении подвала. Именно отсюда начал распространяться дым. Но добраться даже до первого этажа здания у него не вышло. Сотрудники учреждения заметили ЧАЭС, оперативно ее устранили. И до приезда спасателей эвакуировали людей, в том числе и новорожденных детей. 266 человек, 76 из которых младенцы, разместили в другой части здания. Впрочем, предметно изучить действия медиков огнеборцам еще предстоит. Неосторожное обращение с огнем рабочего персонала. И также отрабатывается версия самовоспламенения дезинфицирующих средств, которые были обнаружены совместно с горючими отходами в подвальном помещении. Так как эти средства располагались вплотную к приборам системы отопления. Поиском виновников двух происшествий и займутся специалистами. Сделать это обещают за три дня. В случае сложных разбирательств и экспертиз срок продлят до месяца. В Благовещенске хотят установить памятник Олегу Константиновичу Маслову. Увековечить память почетного жителя нашего города, известного врача и поэта, народных избранников попросили его коллеги и друзья. В мае 2015 года, в возрасте 83 лет, Олег Маслов ушел из жизни. Но не из памяти амурчан. Медик настоял на организации в Преамуре анестезиолога реаниматологической службы и сочинил сотни стихов. Два года назад на корпусе детской областной больницы установили мемориальную доску в честь Олега Маслова. Теперь инициативные горожане подготовили эскиз памятника, сидящего на скамье врача. Возможные источники финансирования и место установки обсудили на комитете по соцвопросам. Это как раз городской парк, место отдыха горожан, который непосредственно граничит с театром самурским, драматическим. Олег Константинович, к слову, был любителем помены. Он был профессиональным театральным критиком. Но, безусловно, вот это место сошли интересным. Установят ли на нем монумент, народные избранники решат на следующей неделе, на очередном заседании городской думы. И к другим темам. Денежную выплату на этой неделе получит еще 21 обманутый дольщик. Об этом на встрече с амурчанами сообщил губернатор Преамуре Александр Козлов. Порядок оказания мер господдержки в правительстве области утвердили еще в октябре. Тогда в реестр на выплаты включили 325 человек. В декабре деньги получили 17, в феврале – 33. Теперь областные власти выделили еще 105 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы перечислить компенсации, стоящим в первой, второй, третий и частично четвертой очередях. Оставшимся придется подождать. Очень сложно объяснить людям в пятой, шестой, седьмой, восьмой очереди, что была первая, вторая, третья и четвертая. А мы первую, вторую, третью, четвертую, я вам обещаю максимум в течение месяца февраля. Я задачу поставил в февраль, ну, начало марта закрыть. Вопрос о выделении дополнительных средств в конце февраля рассмотрят на сессии законодательного собрания области. Трое благовещенских студентов изобрели повязку для ожоговых ран. Учащиеся медакадемией вместе с преподавателями сумели запатентовать свое изобретение. Уникальность его кроется во внутреннем слое из ткани дюспо. Из нее обычно шьют куртки для прыжков с парашютом. Покрытие, оказалось, не прилипает к ожогу. При перевязках кожа не повреждается вновь. Аналогов изобретению пока нет, но использовать его можно только на животных. Мы общаемся сейчас уже начали с хирургами, с комбустеологами, это те, кто лечит ожоговые повреждения. Посмотрим на их обратную связь. И если действительно в этом будет необходимость, то мы постараемся все-таки продвинуть эту идею дальше. Дом народного творчества дал необычный кинопоказ. Его посетители смогли увидеть давно забытый большими площадками «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Зрителями старый фильм обеспечила программа «Доступная среда». Как смотрят кино незрячие и слабослышащие люди, узнаете из сюжета. Голдящая толпа разворачивается в сторону приборка, на котором стоит начальник лагеря. Три, четыре. Иночки! Как в старые добрые времена. Черно-белый фильм и внимательные зрители без попкорна. История Кости Иночкина, который нарушил правила школьного лагеря, открыла показ картин для горожан с ограничениями по слуху и зрению. Для них фильм 1964 года «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен» снабдили тифло комментариями и титрами. На показ пришло больше сотни человек. Глухонемой с рождения Никита Бойцов кинофильмы с титрами смотрит дома, в интернете. В кинотеатре считают все куда интереснее. Сразу поделился впечатлениями в соцсетях. В течение фильма я включил прямой эфир в Инстаграме для того, чтобы другие глухие, которые сегодня не присутствуют, узнали, что здесь есть такой замечательный показ. У меня уже очень много. 1200 подписчиков. Немало в зале оказалось и благовещенцев без ограничений по здоровью. Будущие учителя и социальные педагоги БГПУ решили стать зрителями, что не видят или не слышат кино. И это полезно для профессии. Когда я одела наушники, я как будто находилась в вакууме. Для меня было непонятно многое. Звук я не слышала. Приходилось, конечно, читать, но это все равно как-то не то. Когда надела повязку на глаза, приходилось представлять, что происходит вообще, когда вот это говорят. И приходится это все воображать. Вообразить кино можно будет не раз. К показу заявлены Иван Васильевич менять профессию, мимино и другие. Фильмы с тифлопереводом и титрами в АУДНТ будут показывать весь год. Все, у кого большой экран не в части, на этой неделе могут развлечься дома. Отметить китайский Новый год. Жители Поднебесной его празднуют с 16 февраля вплоть до 2 марта. Как преподаватели Института Конфуции рассказали Анастасии Афанасьевой. Она побывала в общежитии БГПУ и составила для вас перечень обязательных атрибутов удачного праздника. Молодец. Хань Дунлу довольна. Ее супруг-пенсионер У Айцзюнь приехал из Хэйхэ отметить Малый Новый год и взял на себя главную задачу. Украсить входную дверь комнаты наклейками. Они для жителей Поднебесной важны, как для русских ель. Существует особенный ритуал. У входа в дом расклеиваются парные надписи. Стены квартиры домов украшаются специальными картинами из бумажных узоров. Эти надписи отпугивают злых духов, приносят счастье и богатство, чтобы не было утраты. Внутри жилища развешивают красные фонарики. Этот цвет отпугивает злых духов. С этой же целью на праздник зовут шумных и веселых гостей. Привлечь многие блага помогут иероглифы. Везде присутствует вот этот иероглиф «фу» – счастье. Перевернутым. Почему перевернутым? Потому что по-китайски «перевернулся» и «пришел» одинаково звучит. Поэтому иероглиф «перевернутый» – то же самое, что «счастье пришло». Богатый стол на Новый год готовят по обе стороны от Амура. Неизменный его атрибут в Китае – равноправный аналог нашего оливье пельмени. Цзяо цзы. «Пельмени тоже обязательно, потому что эта форма пельмени напоминает у нас китайские старые динги, среди золота. Но это тоже обязательное блюдо, потому что у каждой семьи, ну все хотят, чтобы есть много среди золота, это значит богатство». Еще один символ – морепродукты. На китайском созвучны слова «рыба» и «богатство». Привлечение последнего на праздники во главе угла. Даже дарят не подарки, а конверты с деньгами. Или символы грядущего года, например, значки. Но главная традиция восточного праздника – встречать год в кругу семьи. Сразу после этой репетиции преподаватели китайского разъехались по разным провинциям Китая к своим родным. Наталья Бернацкая, Анастасия Афанасьева, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Продолжат выпуск новости спорта и не только местного масштаба. Каждый понедельник мы будем рассказывать о достижениях российских олимпийцев. Игры, едва начавшись, принесли нам медали. Шорт-рекист Семен Елистратов взял бронзу в забеге на полторы тысячи метров. Уступил второе и первое места голландцу и корейцу. Отличилась Пхончхани фигуристка Евгения Медведева. Ее короткая программа получила 81,06 балла. Тем самым спортсменка побила свой прошлогодний мировой рекорд и получила золото. Медаль такого же номинала за произвольную программу взяла одиночница Алина Загитова. Михаил Каледа завоевал серебро. Это вывело команду российских фигуристов на второе место в командном турнире. По всей стране свои силы испытали спортсмены-непрофессионалы. На минувших выходных прошла лыжня России 2018. Только в Преамуре в забегах поучаствовало 10 тысяч человек. Почти половина собралась на втором Владимирском озере. Там проложили трассу в 5 километров. Легко ли она далась участникам, сейчас увидите сами. Если не самый массовый, то уж точно один из них. Этот старт спортсмены запомнят. В начале забега легко упасть, еще легче растеряться. К участию заявилось 4,5 тысячи человек. Болеть пришло 5 сотен. Давай, давай! Не яйца кататься до лыжи. Этого достаточно для участия в забеге. Даже для самого юного спортсмена. Миша Соловьеву всего два. Лыжным спортом увлекается его мама и папа. Станет на полозе и маленький братик. Периодически катаемся всей семьей. Вот у нас еще есть 4 месяца ребенок. Но он пока еще не встал, к сожалению, на лыжи. Но готов, уже готов морально. Привезли на лыжню, показали, как он загорелся и все, и сам катается. В числе первых к финишу пришел опытный спортсмен Николай Юстратов. Ему 74 года. Чуть моложе амуниция и старые лыжи Тиса. Пенсионер сохранил их со времен советских кооперативных забегов. Тогда отстаивал честь автопредприятия. Теперь свою. А все потому, что в детстве родители лыжи не купили. Семи лет занимаюсь на лыжах. На одной лыжи катался, сосед давал мне. Поэтому меня обидели в детстве. В детстве обидели. И я сейчас не могу без лыжи. Не могу. Для всех, кто не может без лыжи, организаторы и проложили одну трассу. Но сразу на три дистанции. В 10, 5 и 2 с небольшим километром. Последняя оказалась популярнее всего. Не простаивал на озере и каток. Его по случаю массовых состязаний организовали рядом. Здесь вы видите разные возможности для людей, которые любят кататься на коньках. Поэтому каждый член семьи выбрал для себя по интересам, что ему интереснее. Может быть сначала на лыжи, потом на коньке, а может быть наоборот. Ребятню развлекали подвижными играми. Замерзнуть присутствующим не дала полевая кухня. Лыжня России в областном центре прошла в 12-й раз. В далеком 2006-м она собрала всего 500 человек. Кристина Коширина, Анастасия Афанасьева, Дмитрий Тарасов. Программа «Город». Рев моторов и виск тормозов разогнали всех пернатых в районе Осташинских озер. В минувшее воскресенье там прошел заключительный третий этап областного чемпионата по зимнему картингу. В 15 заездах участвовали 9 человек, преимущественно жители областного центра. В этот раз они состязались по классической системе – трековой таблице. В личных или командных заездах картингисты набирали очки за прохождение одной и той же трассы. По итогам этого и предыдущих этапов чемпионата судьи огласили лучших гонщиков зимнего сезона. Ими стали Сергей Демиденко, Денис Амельяненко и Дмитрий Бурвин. 25 февраля спортсмены устроят заезды в рамках командного чемпионата. Лучших спортсменов и тренеров при Амуре впервые отметили национальные премии «Золотой пояс». Дипломы и денежные награды получили 6 человек. За заслуги их выбрали из 6,5 тысяч членов 14 федераций. Номинацию «Лучший спортсмен» разделили самбист Самвел Казарян и ушуист Артем Загибалов. Лучшей спортсменкой признали ушуистку Александру Саковскую. Тренером с большой буквы назвали Виктора Курашова. Лучшим руководителем федерации стал Сергей Лиманов. Премию за верность традициям получил Геннадий Переверзев. Награда за вклад в развитие спорта досталась президенту Амурского филиала Российского союза боевых искусств Александру Синькову. «Мы проводим всевозможные мероприятия, детские рисунки. Этим самым в единоборствах идет кипучая жизнь. Не только бойцов там вырастили и все. Вот он боец и больше ничего он не имеет. А он чтобы ощущал, что он защищает. Он должен знать, что он защищает честь Амурской области, честь страны». Совсем скоро у Союза боевых искусств появится отдельный спортивный центр, занятия в котором будут проводить все федерации. Уже разрабатывается проект, заверил бойцов глава региона. И на сегодня это все. Благодарю вас за внимание. Хорошего вечера и до встречи в следующем выпуске. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok